Ну вот, друзья мои, в общем, я понимаю, что что-то из того, что я... Что-то, а может, все, вам уже давно известно, но, значит, давайте я вам все-таки порассказываю про них. Так, кто знает, что такое чистка таланта? Кто не знает, что такое чистка таланта? Так, кто знает более одного в определении чисел к таланту? Более двух. Более трех. Так, ну хорошо. Ну, есть такой замечательный специалист комбинаторики из MIT Ричард Стэнли. У него на его домашней страничке есть приложение к его книжке «Перечислительная комбинаторика». Вот, она называется... Ну, она так и называется, собственно. Каталан Адденден. Ну, и там он ведет такой список вещей, которые нумеруют с числами Каталана. Значит, мы сейчас... Ну, сегодня несколько из них разберем. Несколько на лекции, несколько еще на семинаре. Вот. Но, кажется, за пределы первой десятки все-таки не выйдем. У Стэнли их уже, по-моему, за 200 разных новых, ну, если хотите, разных определений чисел Каталана. Ну вот. Ну, давайте, значит, давайте что-нибудь определим такое определение. Ну, давайте возьмем, например, какой-нибудь многоугольник выпуклый. У него есть сколько-то сторон, да? Не знаю. Одна, две, три, четыре, пять, шесть, семь, да? Вот. И давайте я этот многоугольник буду резать на диагональ. Буду резать диагоналями на треугольнике. Он выпуклый. Вот. И я хочу, чтобы мои диагонали не пересекались бы нигде, кроме верши. Да? Значит, я могу, например, сделать что-нибудь такое. Так разрезать, так. Не знаю. Так вот. Так. Ну да, я, значит, провел в N-угольнике сколько-то диагоналей. Типа N-3, да? И он у меня распался. Вот у меня семиугольник распался на N-2 треугольника. Да. Ну, давайте я такое буду считать такие разбиения, значит, такие разрезания с точностью до чего? Ну, с точностью ни до чего, на самом деле. Я считаю стороны нумерованными, да? Если, например, это разбиение получается там из другого поворота, то я считаю, что это разное разбиение, а не одно, да? Стороны у меня нумерованные. Вот. Вот. И как-то поворачивать, отражать и так далее мой N-угольник я не хочу. Значит, определение. Количество способов, способов разрезать, ну, давайте я напишу N-2-угольник, выпуклый N-2-угольник на N треугольников с помощью непересекающихся диагоналей. Ну, это называется N-тое число каталана. Ну, вот. Ну, и обозначать я его буду как-нибудь типа C от N. Ну, давайте я при маленьких N посчитаю это число. Значит, если N равно 1, 2, не знаю, 3, 4. Ну, чего, значит, если 1, то это я должен треугольник разрезать на треугольнике, да? И это, как бы, ну, никакую диагональ проводить не надо, уже все, все, уже вся работа за меня проведена. Значит, это 1 разбиение. Так, если у меня 2, это что значит? Это я должен квадратик порезать полам. Сколькими способами это делается? Ну, двумя. Понятно. Можно провести диагональ такую или диагональ сякую. Значит, это 2. А, еще, я забыл, еще одно натуральное число. Я считаю, что в курсе комбинаторики 0 это особенно натуральное число. То есть, или, особенно в курсе комбинаторики 0 это натуральное число. Вот, а хорошо, значит, сколько способов разрезать чего, отрезок на треугольнике? Ну, 1, конечно, конечно. Значит, важно, что здесь 1, да? Значит, 1, 1, 2, там, ну, дальше, дальше сложнее. Дальше пятиугольник, сколько способов порезать? 4? 5. А, может, больше еще? Может, 6 можно? 5, да? Почему? Ну, на самом деле, понятно, что 2 непересекающиеся диагонали, они, как ни крути, должны иметь общую вершину. То есть, любое разбиение пятиугольника, оно имеет такой вот вид. Но, единственное, чем оно определяется, это вот этой вершиной. То есть, из какой-нибудь вершины, из какой-нибудь пяти вершин, мы должны выпустить 2 диагонали. Они порубят наш пятиугольник на 3 треугольника. Значит, у нас всего 5 способов. Так, а шестиугольник, ну, это сложнее. Так в раз не сообразишь. Но можно как-то посчитать. Ну, давайте попробуем посчитать. Какие у нас бывают разбиения шестиугольника на кусочки, на треугольнички. Ну, кто посчитал? Вот Надя посчитала, да? 14. 14? Как вы считали? Или вы знали ответ? А, c, 2, 2, 1, 9. Ну, вы знаете формулу, так нечестно. Так, а если не знать формулу? Ну, можно так посмотреть. Вот есть такие вот разбиения, их шесть штук. Значит, есть еще разбиения. Еще я могу сделать один такой, знаете, разрез, как вот такой разрез в форме буквы Z. Вот. И он, во-первых, он может быть повернут тремя разными способами, да? Во-вторых, вот такой вот разрез я могу отразить относительно центра шестиугольника. И таких тоже шесть, да? А еще вот у нас получилось 14, а у нас пока только 12. Где еще два? Что треугольник? А, вписать, через одну вершину, да, конечно. Ну, вот. Вот он, этот самый треугольник. Таких вот, таких два, значит, всего 14. Так, ну, для пяти этого раз не посчитаешь, но, ну, тоже можно, да, наверное. Но это уже так более такое медитативное занятие. Вот. Хорошо, значит, хочется как-то все-таки какую-то формулу. Для них. Вот. Хочется, ну, опять у нас, да, три пути, как всегда. Значит, можно, например, заинтересоваться тем, как выражать число Каталана через предыдущее. Да. Можно, например, придумать рекуррентную формулу. Вот. Можно, например, ну, так же, как мы сделали с числом Фибоначчи, да? У нас вот есть числа Фибоначчи, которые выражаются рекуррентной формулой через предыдущее. Вот. Мы можем написать рациональную производящую функцию и сказать, вот, пожалуйста, вот вам ряд, раскладывайте. То есть, возьмите, там, единичку поделите на такой-то квадратный трехчлен и получаете, если числа они вам будут давать число Фибоначчи, да? То есть, написать производящую функцию, а можно, третье, можно сказать, вот, есть явная формула, да? Ну, формула бенеф в случае чисел Фибоначчи. Значит, ну, для Каталана у нас, примерно, такая же программа. Значит, сначала мы с вами получим рекурренту, потом мы получим производящую функцию, а потом и, в общем-то, из производящей функции эту самую явную формулу вытащим. Вот. Кто умеет выписать производящую функцию для Каталанов? Ну, так уже сильно не все, да? Ну, хорошо, значит, хотя бы для кого-то то, что я расскажу, может быть, иметь какой-то смысл. Вот, ладно, значит, давайте посмотрим. Давайте я попробую как-то выразить число Каталана через предыдущие числа. Каталана же. Значит, давайте я возьму какой-нибудь... Леноугольник. И знумерую в нем стороны. n, да, n плюс дваугольник. Ну, как-нибудь я их занумерую. Один, два, три. Не знаю, дальше будет... Последний будет n плюс два. Вот. n плюс один здесь, да? Вот. И давайте я возьму вот эту вот последнюю сторону. Значит, то, что я сейчас буду делать, это вывод рекуррентного соотношения. Шаг. Часть номер один моего плана, это рекуррентное соотношение. Ну, вот. Значит, этот отрезочек, он входит в какой-то треугольник. Да? Ну, как этот треугольник может быть устроен? Ну, понятно, у него есть третья вершина, которая где-то здесь. Значит, где она может быть? Ну, либо здесь, либо здесь, либо здесь. Ну, где-то, да. Ну, давайте, вот, я возьму ее где-то. Если какой-то вопрос спросите. Ну, вот. Значит, я возьму эту вершину где-то. Ну, и давайте я скажу, что... Ну, скажем, я хочу, чтобы моя смежность с ней, с этой стороны ребро, имела бы номер К плюс один. А следующее, соответственно, К плюс два. Вот. А что я сделал? Я взял треугольничек, который опирается на эту сторону. Я его покрасил красной краской. И теперь я говорю, ага. Теперь... Теперь моя... Теперь мой N плюс дваугольник распался на три куска. Один кусок это в середине, вот этот красный треугольничек. А два куска это многоугольники с каким-то меньшим количеством сторон. Сколько сторон? Давайте посчитаем. Если... Ну, если здесь вот как написано. К плюс один и К плюс два. Ну, здесь стороны один, два, три и так далее. К плюс один. И? И еще вот это. То есть у этого многоугольника К плюс две стороны. Так, а у этого? N минус К плюс одна. Ну да, значит, надо из N плюс один вычесть К плюс один. И дальше сказать... Ну, хорошо, еще одну сторону мы добавим. Плюс один. Значит, сколько способов посечь такой вот многоугольник диагональю? Число Каталана КТ, да? Значит, это С от К. Это... Этого товарища можно посечь С от N плюс N минус К минус один. Правильно? Минус один, потому что из этого числа я должен вычесть два. Да? У меня количество треугольничков на два меньше, чем количество сторон. Ну, хорошо, значит, получается, что таких мест, то есть таких вот разбиений, для которых вершина моего красного треугольника приходит между К плюс первой и К плюс второй вершинами, то есть К плюс первой и К плюс второй сторонами, их будет сколько? Их будет вот столько умножить на вот столько. Да? Значит, получается, что у меня... Ну, а что надо получить, чтобы общее количество способов найти? Ну, взять сумму просто по... По К, значит, С от N, тем самым равняется сумме С К, С N минус К минус один. В каких пределах бегает К, кстати? Сунил. От нуля, да. Почему? Ну, потому что первая точка, куда эта штука может прийти, она вот здесь, да? Значит, это отвечает случаю, когда у нас розовый наш треугольник делит все на N плюс один угольник и отрезок, да? Как бы этого друга есть один способ подразбить, а этого, значит, предыдущее число каталанда. До N минус один, да? С от К на С от N минус К минус один. Ну вот. Ну, хорошо. Значит, это рекуррента. Ну, вот такая рекуррента. Можно посчитать следующее число каталана, да? Можно как-то сделать. Надо взять вот этот вот ряд, этот кусок ряда, да, записать его задом наперёд. Что там? 14, 5, 2, 1, 1. Да, и взять скалярное произведение их такое, да? Значит, 14 плюс 1, а, 14 плюс 5 плюс 4 плюс 5 плюс 14. Должно получиться 42. Ну вот, ну, дальше можно там насчитать, сколько хотите. Ну вот. Ну ладно. Ну, рекуррентное соотношение есть. Ну, как мы с вами помним, есть разные смыслы у слова посчитать. Вот. И можно сказать, что, да, программу минимум мы с вами выполнили. Мы посчитали, ну, мы предъявили алгоритм, да? Но если я захочу посчитать сотое число каталана, то это мне надо считать предыдущее 99. Это немножко замаешься. Вот. Ну, хорошо. Значит, давайте попробуем как-то по-другому. Надо всё посмотреть. Ну, то есть, ну, и по-другому, да? Значит, давайте выпишем производящую функцию. Давайте эту функцию я назову кат от q. Вот. Это будет 1 плюс q плюс 2q в квадрат плюс 5q в квадрате плюс 14q в квадрате плюс 14q в квадрате плюс и так далее. Это сумма при n от 0 до бесконечности c от n куб v. Итак, ну вот. Ну, хочется как-то имитировать ту процедуру, которую мы делали в случае числа Фибоначчи, да? Значит, в случае числа Фибоначчи мы эту штуковину умножали на... Или в случае линейной рекуррента произвольной, да? Мы её умножали на что-то, там, на q, на q квадрат. Находили между ними линейную зависимость. Ну, приходилось там единичку вычесть. Вот. Получали какое-то такое соотношение. Вот. И, соответственно, наша производящая функция была отношением двух многочленов. Ну, здесь тоже рекуррента, но не линейная, а квадратичная. Ну, поэтому такой полной халявы, как в случае числа Фибоначчи у нас не будет. Ну вот. А что же делать? Что делать? Какие предложения вообще? Что с такой штукой можно сделать, например? Возвести в квадрат. Так, совершенно верно. Так, ну давайте попробуем возвести в квадрат. Значит, если я посчитаю q в квадрате, ну, это будет что-то там, я могу посчитать, да? Значит, это будет 1 плюс, ну, что будет при q, например? При q будет 2, а при q в квадрате что будет? Ну, что будет, например, если я возведу такую штуковину в квадрат? Значит, что там будет, вот если я тряду, завожу в квадрат. Как я могу получить q в квадрат? Ну, 5 будет, конечно. 5 в квадрат плюс... Чего дальше-то? В кубе что будет? Ну, то же самое правило, да? Мы должны 1, 1, 2, 5 умножить на 5, 2, 1, 1. Ну, и эти самые попарные произведения сложить. Да, значит, получается 14 в кубе. Плюс и так далее. Ну, то есть, на самом деле, это следствие вот этой формулы, да? Что у нас c... Как считается квадрат k-того члена? Квадрат, ну, n-того члена. Ну, давайте я напишу так вот, n-того члена, это что? Это сумма таких вот попарных произведений, да? Значит, это сумма ck на cn-k. Правильно? Ну, вроде да, значит, где k бегает от... k бегает от нуля до... Ну, до этого, да? Значит, ну, легко видеть, на самом деле, что мы получили... Ну, что коэффициент... Ну, то, что получится здесь, это будет кто? Это будет... Ну, это будет вообще-то как бы ряд для чисел каталана, но только сдвинутый на единичку, да? Как бы делен... То есть, из этого ряда надо... Из ряда для чисел каталана надо вычесть единичку и поделить его на q. Значит, это получится... Кат от q без единички деленный на q. Ну, вот. Соответственно, у вас есть такое замечательное уравнение. Ну, у вас для чисел Фибоначчи тоже там было уравнение, вы там что-то вынесли за скобку, что-то там на что-то поделили. Значит, вы можете сказать, что... Так, теперь я на q умножу левую и правую часть. q умножить на кат q в квадрате минус кат от q плюс 1 равно нулю. Ну, умеем такую штуку решать. Ну, в общем, нам надо найти ряд такой, который удовлетворяет вот такому соотношению. Соотношение так себе. В общем, оно не линейное, как было в прошлом замечательном случае с числом Фибоначчи. Ну, оно квадратичное. То есть, квадратичное по неизвестной. Мы ищем такую функцию, которая удовлетворяет квадратному уравнению. Ну, квадратное уравнение нас учили решать в восьмом классе. Ну, давайте его решим. Давайте посмотрим. Формула есть, да? Все знают формулу для решения квадратного уравнения. Аня, Аня должна все помнить, да? Аня должна решить квадратное уравнение. Ну, тебе и газ давать. Там надо решить квадратное уравнение, да? Давай попробуем решить квадратное уравнение. Равняется. Чего там? Что там в формуле надо писать? 1. Минус b, да? Чего там? Плюс-минус корень из дискриминанта. Что такое дискриминант? 1 минус 4q. Так, совершенно верно. Делить на делить на 2q. Так, ну, во-первых, возникает вопрос, а как с такой штуки корень извлекать? Один вопрос. А второй вопрос, да, все, значит, все. Я чувствую, что квадратное уравнение мы решать умеем. Вот. И в случае чего обращайтесь к ней. Она все умеет. Вот. Значит, если только вот непонятно. Плюс или минус? Разумно. Значит, если плюс, то вверху будет 2, а внизу 0. Это непонятно, что такое, да? А если минус? Ну, 0 делить на 0 это уже что-то такое более близкое к жизни, да? Ну, на самом деле, понятно, что вот то, что здесь написано, это на самом деле некий ряд. Вы можете решить уравнение в рядах, в формальных сцепенных рядах. Вы можете извлечь из такого вот ряда корень. Ну, и, соответственно, получить некий ряд, который начинается тоже, ну, легко понять, что этот ряд начинается откуда ему начинается? С единиц. Вот. Значит, если вы этот ряд вычтите из единицы, то у вас получится ряд без свободного члена, который можно поделить на Q. Это разделится, это будет формально степенной ряд. А если вы прибавите его к единице, то у вас будет ряд с свободным членом 2, который на 2Q не разделится. Ну вот, значит, минус, а не плюс. Слушай, давайте я сделаю вещь, которую не надо делать, когда вы работаете с меловой доской. Вот. Но я все равно сделаю. Ладно. Хорошо. Значит, вот такая вот, вот такая вот штуковина. Значит, теперь надо, ну, чего, надо такое... Да, значит, мы с вами получили производящую функцию. Вот. Она уже не является рациональной функцией. Ну, она, в ней, вот, участвует корень. Ну, что есть, то есть. Давайте посмотрим. Корень-то вы извлекать умеете? Умеете или нет? Нет, я не спрашиваю. Нет. А можете, кто умеет записывать такой вот ряд корень из 1 плюс x? Это что такое? Это бином ньютона для вещества. Это бином ньютона, конечно. Значит, самое главное, что здесь надо сделать, это написать 1 плюс x в степени 1 вторая. Ну, и дальше сказать, что это бином ньютона. Ну, все знают бином ньютона, да? Кто не знает, посмотрите в первый листочек. Он там есть в виде такой функции бета, то есть, что-то такое. Вот. Значит, надо взять сумму пока от нуля до, пока не надоест. А чего? 1 умножить на x с катой умножить на c из 1 второй по k. Знаете, что это такое? Что такое c из 1 второй по k? Ну, это как c из чего-то целого по k, только для нецелого. Ну, вот. Ну, что это такое? Это, значит, где c из 1 второй по k это 1 вторая умножить на 1 вторую минус 1 умножить на 1 вторую минус 2 и так далее. 1 вторую минус чего там? k плюс 1, да? Поделить на кавкатериал. Это что такое? Это, значит, это, давайте посмотрим, это 1 вторая на то есть, это, давайте, единица делить на кавкатериал. Значит, равняется. Единица делить на кавкатериал. 1 вторая на минус 1 вторую на минус 3 вторых. Правильно? Так, и до каких пор? Последний кто будет? Минус, давайте я напишу, чего там, 2k минус, минус или плюс, или кто? Минус 3, да, конечно. Но хочется сказать, что минус 1, но это будет неправильно, да? Потому что мы начинаем не с минус 1 второй, а с плюс 1 второй. У нас здесь должно быть k со множителем. Делить на 2. И это такая штука равняется единице делить на кавкатериал. Дальше. помножить на количество минусов, которое есть, я бы сказал, минус единица в степени к-1. Значит, минус единица в степени к-1 поделить на количество двоек в знаменателе. Это что? Это k, да? Делить на 2 в степени к и умножить на 1 умножить на 3 умножить на и так далее 2 k-3 в актериал. То есть 2 k-3 двойной актериал, произведение всех нечетных чисел. Да, значит, на 2 k-3 двойной актериал. Значит, это внимание, это не актериал актериал. Это произведение от всех нечетных чисел. 2 k-3 preaching 3 равняется 1 умножить на 3, умножить на 5, умножить на и так далее, 2 к минус 3. Ну вот, значит, ну такой бином ньютона. Ну вот такие вот биномиальные коэффициенты. Ну, чего есть, то есть. Хорошо, значит, теперь давайте мы попробуем подставить в это дело в качестве х минус 4q. Ну вот, это будет здорово, потому что на самом деле уйдет большое количество этих двоих страшных. Непонятно. Слушайте, давайте я опять спрошу, а кто умеет вот это вот, скажем так, кто в своей жизни проделывал это вычисление и доводил его до формулы? А, ну не так мало. Вот, значит, давайте посмотрим. Вот я беру 1 минус 4q в степени 1 вторая. Я говорю, ну ага, это значит, это у меня сумма. От к равному нулю до бесконечности. Значит, здесь надо написать минус 1. Давайте я напишу здесь. А, давайте я сначала напишу биномиальный коэффициент. Значит, минус 1 в степени k минус 1. k в катериал. 2 в степени k. Значит, здесь 2k минус 3 двойной катериал. И здесь я напишу минус 4q в катой степени, да? Значит, это минус 1 в степени k умножить на 4 в катой, q в катой. Да? Так, ну, понятно, что эту штуку можно упростить. Ну, во-первых, у нас уйдет вот этот вот мерзкий минус. Здесь и здесь. Ну, в общем, будет просто минус перед всем. Значит, минус... Чего? 2k минус 3 двойной катериал. Поделить на k в катериал. Помножить на что? Помножить на... 2 в степени 4 в степени k поделить на 2 в степени k. Будет 2 в степени k. Умножить на k. k от... чего? От нуля до... до бесконечности. Да? Так, хорошо. Значит, теперь... Теперь я хочу сказать, ну, хорошо. Вот у меня, на самом деле, то, что я получил, теперь надо из единички вычесть. Ну, это удобно. Как раз свободный член здесь единичка. И там еще стоит знак минус. Вот. И поделить все это хозяйство на 2 q. Ну вот. Хорошо. Значит, получается, что тем самым явная формула для производящей функции для чисел каталана будет такая. Ну, давайте... Сейчас надо не запутаться в индексах. Значит, здесь у меня уже будет суммирование от k равного... Сейчас, значит, это будет... Давайте я честно напишу. Это будет единица делить на 2 q помножить на сумму k от нуля до... А, нет, нуля, от одного до бесконечности. 2k минус 3 двойной факториал k факториал 2 вкатый на q вкатый. Вер... Вроде так. Так, ну хорошо. Скобку еще надо заплюнуть, чтобы было совсем верно. Так, теперь давайте я посчитаю, какой здесь будет коэффициент при q внимание вкатый. Значит, это сумма. Так, сейчас я индекс суммирования мой сдвину. И давайте я его назову как-нибудь по-другому. Назову его буквой n. n у меня будет бегать от нуля до... до бесконечности. И я скажу, что у меня n это... Это что? Если k у меня бегает от... Ну да, значит, k это n плюс 1. Значит, k это n плюс 1. Значит, я говорю, что у меня это штука. То есть, соответственно, я все хочу выразить через n. Здесь у меня будет q в n. Правильно? q в n умножить на... Ну, на все, что полагается здесь. 2 в n умножить на... 2n минус 1 двойной факториал. Правильно? Делить на n плюс 1 факториал. Так, а почему 2 в n, а не в n плюс 1? Потому что вот эта двойка еще есть, да? Ну вот. Хорошо. Значит, ну теперь осталось... В общем-то... Ну вот, собственно, мы получили выражение для числа каталана. Значит, получилось, что... Значит, что n-то число каталана равняется тем самым 2 в n умножить на 2n минус 1 на двойной факториал поделить на n плюс 1 факториал. Ага. Ну, как-то полной удовлетворенности вроде нет, да? Вот. Надо как-то это все дело упростить. Ну, как упростить такую радость? Какие будут предложения? Ну, давайте я умножу и поделю на n факториал. Значит, давайте я скажу, что это будет n плюс 1 факториал на n факториал. Здесь я скажу 2 в n на n факториал на 2n минус 1 двойной факториал. Так. Теперь давайте посмотрим, что написано в числителе. А что, кстати, написано в числителе? 2n факториал. Почему? Потому что здесь написано произведение всех четных чисел, да? От 2 до 2n. А здесь написано произведение всех нечетных чисел. Ну, да, значит, получается, что это равняется 2n факториал делить на n минус 1, n плюс 1 факториал на n факториал. Или, что то же самое, единицы делить на n плюс 1 на цель из 2n по n. Ну, вот она явная формула для чисел Каталана. Вот. Как-то так. Маша. Что за? Какие мои характеристики пространства матрицы? Какие мои что-то? Листок семинарский сложный. Что? Листок семинарский сложный. Семинарский? Предыдущий? Да ладно. Простой, по-моему, листок. А уж пред-предыдущий какой простой. Пред-предыдущий, да. Ну да. Ладно, хорошо, значит, ну да. Ну, то есть, получается, забавное следствие, что c2n по n обязательно делится на n плюс 1. Если не предполагает простоты чего-нибудь, то вообще-то так чёрт из 2 докажешь. А вот, оказывается, комбинаторное доказательство. Оно делится, потому что это целое число. Число каких-то там разбиений какого-то многоугольника. Какие-то части. Ну вот, ладно, ну, так. Ну хорошо, это самое такое, самое малоприятное вычисление было сегодня. Остальные малоприятные вычисления я оставляю вам в листочек. Хорошо, значит, ну что ещё можно сказать про чистку талана? Ну, осталось обсудить остальные 199 их определений. Ну вот, например, вы знаете, кто такие бинарные корневые плоские деревья? Так, ну, картинка такая, что, ну, дерево такое графное, вот. У него есть такая вершина, которая называется корень. Значит, деревья с, допустим, n плюс одним листом. Да, значит. Ну, давайте я попробую какое-нибудь дерево нарисовать с каким-то количеством листьев, вот, и объяснить, что значит все эти слова. Значит, ну, что такое дерево, понятно. Это граф без циклов. Что такое бинарное дерево? Ну, если вы биологу спросите, там у них есть какие-то такие деревья, которые ветвятся обязательно вот на два таких равных кусочка. Да, значит, у вас из, ну, у вас внутренние вершины графа, они такие вот трёхвалентные. Ну, мы причём считаем, что у нас, как бы, эти ребра, они там могут быть ориентированы. Ну, такое, не знаю, генеалогическое древо, когда-то у каждого там два потомка. Вот. И, значит, ну и, соответственно, каждая вершина, эта вершина называется корень. Каждая вершина, она либо лист, либо из неё топчат ещё два потомка. Ну, вот, я нарисовал какое-то бинарное дерево с раз, два, три, четырьмя листьями. Ну, вот. Ну, хорошо. Давайте я нарисую все бинарные деревья с четырьмя листьями. А, да, что значит плоское? Плоское, значит, что я его расположил на плоскости. Ну, вот, и в частности мне важно, например, у меня, я отличаю левое и правое ребро, левое и правое ребро. Да, то есть, у меня, скажем, такое дерево, это не то же самое, что, скажем, такое же дерево, отражённое относительно вертикальной прямой, да, то есть, если вы там старшего сына поменяете с младшим, да, это, значит, изменит весь порядок наследования. В общем, люди, читавшие Ветхий Завет, вот, знают, к чему это может привести, да, значит, читали такую книжку? Там «Чечевичная похлёбка», там «Право первородства», вот это всё. Ну, ладно, в общем, почитайте. Аня читала. Вы знаете этот сюжет? Один братец другому продал «Право первородства» за миску горохового супа, вообще, кушать хотел. Вот, ну, ладно. Ну, вот, я нарисую ещё такое дерево. У него тоже один корень. Ну, вот, что ещё бывает? Ну, ещё их можно отразить, да? Ещё их можно отразить, получится что-то такого сорта. Так, тут получится такая расчёска. Раз, два, три. Так, ещё что я хочу нарисовать в серединке? В серединке я хочу нарисовать, конечно, симметрично. Нечто. Ну, вот. Ну, пять деревьев четырьмя листами. Ну, вот, если бы я хотел нарисовать деревьев с тремя листами, то их, соответственно, было бы, понятное дело, деревьев с тремя листами, их было бы всего два. Ну, два, пять, понятно, что это число Каталана. Значит, предложение. Предложение. Число. Так, нет, давайте я это не здесь напишу, а я, наверное, сотру вот это вычисление, уже все им налюбовались. То есть, продолжение состоит в том, что бинарных корневых плоских деревьев с n плюс одним листом на число Каталана от n штук. Так, ну и чего? Как это делается? Между кем и кем? Между многоугольниками деревьев, можно, да. Вы умеете строить? Считаем, сколько листов слева, сколько листов справа. А, так, стоп, значит, это вы два разных решения рассказываете одновременно. Давайте я их попробую рассказать последовательно, да? Значит, вы говорите, считаем, сколько листов слева, сколько листов справа. Ну, на самом деле, да, значит, можно выписать рекуррентное соотношение, которое у нас здесь уже было. c от n равняется сумме c от k, c от n минус k минус 1, k от 0 до n минус 1. Значит, мысль номер один. Можно попробовать доказать, что деревья удовлетворяют тому же рекуррентному соотношению. Ну, давайте попробуем это сделать. Ну, да, значит, давайте возьмем этот самый корень, да, и срубим нашу елочку под самый корешок, как известный герой, известные песенки. Вот. Что будет? У нас будет две елочки. на одной будет, ну, тут как бы надо с листиками аккуратно обойтись. Да, значит, понятно, что у нас будет в итоге два корня. У каждой елочки новый будет по корню. Ну, в общем, мораль такая, что у того, что получится, будет, как бы, ну, ну, у одной там будет, допустим, k плюс один лист, ну, то есть, ну, да, у одной будет k плюс один лист, k плюс один лист, а у этой будет n минус k листов. Да? Ну, соответственно, для такой елочки, которая слева, у нее возможное количество вариантов, это катое число каталана, у этой n минус k минус первое. Да? Ну, вот, и, соответственно, из двух деревьев, маленьких можно собрать большое, привив их вот сюда, как делал, кто делал? Иван Владимирович Мичурин, да? Знаете? Ну, вот. Чего вы ничего не знаете? Не про Мичурин, а не про чищевичный похлеб. Вот, хорошо, значит, ладно, значит, это первый способ. Это первый способ. Можно, значит, можно написать то же самое рекуррентное соотношение. Ну, и, понятно, там, проверить какое-нибудь начальное условие, ну, в данном случае оно тривиально. Вот. И будет все хорошо. Значит, второй вариант, это, как действительно нам подсказывают, построить объекцию. Ну, например, если у вас есть какое-то разбиение на треугольничке, можно по нему построить дерево. Давайте построим дерево. давайте я что-нибудь нарисую, какой-нибудь там, восьмиугольник, как-нибудь его так от балды разобью на на треугольнике. Сойдет? Так, значит, теперь я по этому n плюс два угольнику я хочу построить дерево с n плюс одним листом. Как мне это сделать? Ну, как бы у нас чего? У нас n плюс два всего сторон, да? Значит, у нас можно сказать про одну сторону, что она, скажем, будет корнем нашего дерева. А про остальные можно сказать, что на них мы посадим листики. Так, а теперь мы сделаем следующую штуку. Теперь мы на каждом треугольнике, который у нас есть, мы нарисуем такой двойственный граф. Да, значит, ну, те, кто учил теорию графа, знают, что такое двойственный граф. Ну, вот на треугольнике я нарисовать такую букву Y, так, чтобы эти штуки приходили бы в середину сторон и друг к другу бы как-то присоединялись. Вот. Ну, давайте я на каждом ребре нарисую... То есть, на каждом... На каждой, наоборот, на каждой грани, на каждой треугольничке нарисую букву Y. Я отмечу у каждого ребра середину и нарисую тут нечто. так, так, по-моему, ничего не понятно, надо как-то другим цветом выделить, да? Давайте дерево рисовать сиим цветом. Так, ну, вроде как, немножко понятнее, да? Аня, как-то вы приуныли совсем. Все в порядке? Ладно. Хорошо. Так, ну, давайте я тогда скажу, что, на самом деле, у меня здесь нарисовано дерево такое очень кривое. Ну, вот оно, дерево. Так. Это лист. И это лист. Так, здесь... Значит, это вот эта точка, да? Вот эта вот эта точка. Так, вот я пришел сюда. У меня из нее растут тут две палки. Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вот я построил дерево по триангуляции. Ну, дальше наоборот. Дальше надо аккуратно понять, что если у вас есть наоборот дерево, то вы по дереву можете построить триангуляцию. То есть, это взаимоднозначное соответствие. Ну, это тоже несложно. Ну, вот. Значит, мы с вами построили биекцию. Это здорово. На самом деле, когда у вас есть какие-то разные комбинаторные объекты, которых одинаковое число, то очень здорово бывает между ними построить биекцию. Как-то понять по-другому иногда бывает можно, что сравнить их там производящие функции или там какие-то рекуррентные соотношения на них сравнить. Ну, это как бы не так круто. Ну, как у вас была задачка про эти самые, про разбиение на нечетные и на различные. Там тоже можно как-то играть с производящими функциями и он может построить биенцию. Так, ну, хорошо. Ну, ладно. Ну, что еще можно сказать? Можно еще сказать, что чего у нас еще пять бывает для четырех? Бывают такие эти самые скобочные структуры. скобочные структура правильные. как-то те, кто изучал язык программирования ЛИСП, наверное, знают. Значит, ну, вы можете сказать, что вот давайте я рассмотрю некий набор скобок, который удовлетворяет следующему правилу, что у меня, во-первых, открывающих скобок столько же, сколько закрывающих, а во-вторых, в каждом начальном куске у меня открывающих скобок не меньше, чем закрывающих. То есть, у меня не может быть так, что я три скобки закрыл, то есть, я три скобки открыл и четыре закрыл. это плохо. Вот если я там четыре открыл, три закрыл, это еще ничего. Значит, ну и вы можете сказать, ну хорошо, на самом деле, вот если я выпишу скобочные структуры из четырех пар скобок, ну, они будут, ну, не знаю, не из четырех, а из трех, из двух. Давайте из двух пар скобок выпишем. Из двух пар скобок это, понятно, это две открыть, две закрыть, или открыть-закрыть, открыть-закрыть. Их две будет всего, да? Значит, а из трех пар скобок можно открыть-закрыть, открыть-закрыть, так, сейчас, давайте, наверное, так, сейчас, давайте, я, наверное, под этими прямо нарисую. ну, можно сказать так, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, четыре, раз, 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 два, раз, два, три. Ну, и там, соответственно, чего там, раз, два, раз, два, три, четыре, раз, два, раз, два, раз, два. Так, ну, что, значит, тоже таких скобочных структур пять штук. предложение правильных скобочных структур из N пар скобок тоже число каталан. Ну, не знаю, придумай тебе екцию. Может быть, она будет не такая, как я здесь написал. Ну, давайте я вам расскажу один из возможных вариантов решения задачки. Вот есть у меня такое дерево. У меня на дереве живет кто? Я плохо рисую, но вы, наверное, узнали, кто это. Правильно, это улитка. Вот. Улитка, что она делает? Она по дереву ползает. Вот она может это дерево ползать вот так вот. Это такое бинарное дерево, оно и плоское, оно нарисовано на плоскости, улитка у меня такая тоже плоская, она вот по этому дереву так вот ползает и так вот его оползает. Вот она может эту веточку оползти. Вот. Ну, давайте я буду говорить, что если у меня улитка ползет вверх, влево, то я буду ставить открывающую скобку. А если она ползет вверх, вправо, то я буду ставить закрывающую скобку. Вот. Ну, давайте я посмотрю. Так, вот здесь улитка ползла вверх, влево, раз, два, три. Ага, ну тут она, значит, вниз, вниз не считается. Потом она ползла вправо, вверх, потом здесь вправо, скобку закрыть, и здесь скобку закрыть. так, Значит, здесь, ну, на самом деле, ну, понятно, что вот, как я нарисовал, так этой объекции и есть, да? Почему она в обратную сторону работает? Ну, это не так очевидно, да. Тоже тихо-ти. Да, почему она работает в обратную сторону упражнения? Значит, упражнения убедиться, что бьется. с улиткой. И это, на самом деле, нас наводит еще на одну мысль. Значит, ну, понятно, что при этом, почему будет правильная скобочная структура? Ну, потому что это наше дерево, оно растет выше уровня земли, да? сейчас, нет, неправильно. Нет, я неправильно говорю. Значит, а почему это будет правильная скобочная структура, скажите мне? например, почему такой путь улитки, он всегда открывающих скобок будет не меньше, чем. когда не опустимся ниже, чем вот это вот разветвление самое первое. Ниже, погодите, но мы как бы, мы считаем ходы влево-вверх и вправо-вверх, да? С каждого узла выходит ровно. Да, из каждого узла сначала идет ветка влево, потом идет ветка вправо, да? То есть, явно... Можно просто туда-то срезать, короче. Да, конечно, можно действительно сказать, что мы действительно срезаем и, например, говорим, ну, хорошо, значит, вот у нас, скажем, вот у нас мы можем в каждой скобке сопоставить парную ей, да? То есть, ту скобку, которая, которая эту закрывает. Я могу мои скобки нарисовать вот тремя разными цветами. например, вот эта вот будет синенькая скобка, Вот она ее закрывает. Это будет красненькая скобка, она ее закрывает. Это будет зелененькая скобка. Да, соответственно, здесь будет, там, не знаю, синяя, синяя, там, красная, красная, там, зеленая, зеленая. Вот. То есть, каждой скобке есть парная. Но это же не гарантирует, что равен скобочный последовательный скобка. Я говорю, что здесь есть еще что проверять. Ну, на самом деле, правильность скобочной последовательности, это как бы два условия, да? Что, во-первых, что у нас в итоге этих ходов будет влево столько, сколько вправо, ну, это потому, что мы сдвинемся в итоге, мы вернемся в корень. Да, да, а еще, значит, еще то, что мы, как бы, всегда влево сделаем не меньше ходов, чем вправо, да? Ну, вот. Ну, можно, на самом деле, сделать следующее. Можно сказать, что давайте мы будем рисовать график под названием, график такой функции под названием количество открытых скобок минус количество закрытых скобок. Ну, и график такой в зависимости от времени, значит, в зависимости от номера скобки. Вот. Значит, ну, давайте посмотрим. Здесь у нас шесть всего скобок, да? Из них три открытых, три закрытых всегда. Значит, ну, можно сказать, ну, хорошо, здесь сначала была, сначала 0 разница, потом 1, потом 2, потом 3, потом 2, потом 1, потом 0. Получится такая ломаная линия. Да? Здесь этот график будет выглядеть так, будет такая ломаная побольше, одна такая пирамидка побольше, одна поменьше. Так. Для этой картинки будет такая, значит, двугорбая гора, для этой, соответственно, так и так, а для этой, ну, понятно, пила, да? Ну, хорошо. определение. Путем дика, немецким зиматем, значит, путь дика, это путь на клетчатой бумаге из точки 0,0 в точку в точку 2N0, у которого состоящий из звеньев вида 1,1 и 1,1. садишь. Ну вот, значит, получается, что чисел каталан столько, сколько путей дика, потому что путь дика это то же самое, что скобочная структура, скобочная структура это то же самое, что бинарное дерево. Бинарное дерево это то же самое, что разбиение наугольника. Ну вот, ну и, кстати, такая интерпретация через пути дика позволяет, тоже, как многие проходили в младших классов школы. Эти самые чистые каталанты посчитать, если вы, скажем, восьмиклассник и еще не умеете раскладывать, еще не знаете бинарного ньютона для нецелого параметра. Вот. Ну, как это сделать? Это можно, например, сделать следующим образом. Значит, есть трюк такой, совершенно непонятно, как до него додуматься, но после того, как до него кто-то додумался, нам уже проще. Трюк математики, которую звали Андре. Ну, допустим, у нас есть, да, что мы хотим? Почитать? А, да, да, значит, я не сказал, что путь дика не опускается ниже оси абсцесс, да, значит, лежащий, лежащий, не ниже оси абсцц. Да, а как посчитать пути дика? Ну, можно считать пути отсюда, сюда, из нуля в 2н, да? а сколько всего путей без условия, которые я забыл написать сначала? Сколько всего путей по, так вот, по диагоналям? cs2n по n, cs2n по n, всего путей, всего путей, cs2n по n. Ну, да, понятно, что, значит, я должен сделать 2n ходов, из них там ровно n должно быть вверх, ровно n должно быть вниз, почему? Потому что в итоге у меня должна высота не измениться, значит, я поднялся настолько, насколько опустился. вот, значит, ладно, а теперь давайте будем считать пути, которые не являются путями дико. Будем считать плохие пути. Давайте нарисую какой-нибудь плохой путь. Вот он за раз такая опустился ниже оси x-ов. И пришел сюда. Да. Ну вот, значит, если путь плохой, путь плохой, он, значит, он опускается ниже оси x-ов, а поскольку все дело у нас происходит на клетчатой бумаге и пути у нас дискретные, то он, соответственно, в какой-то момент он пересечет ось x-ов, опущенную еще на 1. Значит, пересекает, пересекает прямую y равняется минус 1. Так, значит, давайте теперь, ну, как, наш любимый способ возьмет первое пересечение с этой самой прямой. Сейчас. Кто, кто не видел в своей жизни этого фокуса раньше? серьезно? Ну, так, ладно. Хорошо, значит, ну, ладно. Вот, хорошо. Ну, значит, давайте тогда возьмем первую точку первого пересечения и поставим плохому пути нечто, что мы можем посчитать каким-то более простым способом. ну, плохое, значит, он не там пересекается с этой прямой, это вообще, ну, бог знает, что это значит. А давайте сделаем следующее. Давайте я теперь возьму и я то, что здесь нарисовано, отражу относительно вот этой самой водной глази. Значит, но вот этот красный путь это новое продолжение вот вот этого пути дика и куда он у нас в итоге придет? Придет он в точку под названием он придет на минус второй этаж. Так, хорошо. А, и теперь обратите внимание, что, значит, я получил путь, который пересекает вот эту прямую, но это вообще-то это уже стало тривиальным условием, да, потому что если у меня путь начинается на нулевом этаже и заканчивается на минус втором, то в какой-то момент он на минус первом хошь-не-хошь оказывается. Ну вот, ну выходит, что, значит, вот этот самый путь плохой, ну это просто вот всевозможные пути от из точки 0,0 в точку 2n-2 без каких-либо дополнительных условий. Так, теперь давайте поймем, сколько таких путей. ну сколько? c из 2n по n c из 2n по n минус 1, да, таких путей c из 2n по n минус 1 или n плюс 1, неважно. Значит, в итоге получается, что, ну, на самом деле, да, это такой пример, который все изучают в каком-нибудь младшем классе, но на самом деле вот этот фокус с отражением у нас в, ну, или почти все, вот, он, как нам еще пригодится в второй половине курса, вот, так что возьмите на заметку, отражать полезно. значит, что количество хороших путей, количество путей это что? это c из 2n по n минус c из 2n по n минус 1. Ну, и если вы там напишите это все аккуратно, напишите там в триалы, с дробями не ошибетесь, вы получите буквально то же самое, что c, единица на n плюс 1, c из 2n по n вот, такие пироги. Значит, мы с вами посчитали безо всех производящих функций, но с помощью фокуса, до которого вообще так непонятно, как додуматься. Мы с вами посчитали, сколько чисел каталана. Вот, ну, хорошо, значит, вопросы, негодование, по смущению. Ладно, а тогда я вас прошу, вот у нас есть деревья всякие, бинарные, а давайте я сотру слово бинарные и буду интересоваться просто деревьями, корневыми, плоскими деревьями с n плюс одним листом. Ну, сейчас у нас уже осталось не так много времени, так что я, то, что я сейчас буду говорить, скорее будет так крупными штрихами. остальное смотри листочек. Вот, значит, давайте посмотрим. Теперь, если я, например, хочу рассмотреть деревья, ну, скажем, с тремя листами, с корнем, у меня есть вот такое и вот такое. А если я еще разрешаю не бинарные деревья, то у меня еще есть у меня есть вот такое вот дерево, когда у меня есть корень с тремя листами. Нет, там растут длинные бамбуки. Что? Длинный бамбук? у длинного бамбука будет один лист. Ну, если я еще в бамбуке, то ведь не надо. А, нет, 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 я хочу, чтобы, ну, Ну да, конечно. Чтобы не было возможности бамбука, давайте я скажу, что если вершина у меня ни листа, ни корень, то у нее степень больше 2. Ну давайте я как бы тривиально... То есть давайте я считаю, что такая ситуация у меня запрещена. Значит, когда здесь что-то там, здесь что-то... Вот так нельзя. У каждой степени 1? Ну как бы на самом деле про корень. Это дело соглашения. Вы можете считать, что у вас корень это такая отдельная висячая вершина, типа листа. А вы можете на самом деле сказать, что никакой вот этой висячей вершины нет, а у нас просто вот из земли начинает такой куст расти. Но это как бы вопрос соглашения, он на подсчет не влияет. Вот. Ну, как бы мне, допустим, в моем обсуждении было с буквами Y, мне было бы удобнее считать, что корень это отдельная такая висячая вершин. Вот. Ну ладно. Значит, получается, что у меня есть такой аналог чисел Каталана, которые, конечно, чисел больше, чем число Каталана. Они называются числами Шрёдера. А числа Шрёдера, а ниже малые числа Шрёдера, это S от N, это число корневых деревьев. С 1 плюс 1 листом. А то, что степень может быть 2, это... Ну, да, я подразумеваю здесь в слове корневое дерево, я подразумеваю, что степень не 2. Нет, ну иначе как бы, иначе бы их было бесконечное число, не хочется такой штук считать. Вот. Ну, хорошо. Значит... Сейчас, они у нас тоже плоские, да? Они тоже плоские, да. Число плоских, да, плоских, спасибо, Маша. Плоских корневых деревьев с одним листом. Вот я нарисовал дерево, у которого... Курень. И... Ну, как такое дерево получить из бинарного? Ну, на самом деле понятно, да, что можно это дерево получить, скажем, если... Вот это ребро у вас выросло маленькое-маленькое. Вот я его взял, стянул. У меня теперь просто вот эта точка совпала с этой точкой. Да, у меня торчит 3. Три ребра из одной точки. Но, с другой стороны, я эту вот... Эту метелку я мог получить вот и из этого дерева, да? То есть, у меня здесь есть такая... Ну, какое-то такое примыкание, да? Что... Там какая-то такая топология, да? Значит, одни деревья, получается, в замыкании других. Вот. Ну, на самом деле, это все. Тут тоже можно переговорить. Значит... Ну, не знаю... Предложения, упражнения, не знаю. СН. Это... Как его... Значит, у нас были что? У нас были скобочные структуры, у нас были... Три... Как их называются? Пути дика. У нас были триангуляции многоугольника. Так, ну, давайте какие-нибудь еще... Ну, здесь можно, например, что-нибудь нарисовать, да, какие-нибудь деревья тоже ну скажем можно сказать что у вас вот такое дерево из него торчит такая метелка да а можно сказать что у вас есть просто такое вот дерево из которого торчит 4 листа ну на самом деле значит числа шведра и первые первые несколько высотой от 1 это чего один от 2 это 3 от 3 это уже не 5 это 11 ну как-то там дальше больше значит упражнение число шведра это количество способов разрезать выпуклый н-угольник на многоугольники диагонали не обязательно треугольник число способов разрезать выпуклый н-угольник на многоугольник так но на самом деле отсюда уже видно почему 11 до выпуклый н-угольник ну вот можно нарисовать такую картинку так давайте вот здесь нарисую такую картинку вот у меня есть скажем пятиугольник у меня есть его разбиение на на треугольники они нумеруются ну понятно кем так значит это так и это тогда вот они все пять штук я здесь выписал так хорошо теперь я буду так такой цвет виден а да ага так давайте я буду теперь рисовать разбиение на треугольник и четырехугольник но ясен перед шлых пять штук до диагонали к 5 но что я нарисую между этими двумя давайте я здесь нарисую какую я диагональ нарисую между этими двумя общего горизонтально конечно ну да на самом деле эти эти пять тоже тут нарисовал с умом да у меня каждые два соседних отличаются перестановкой одной диагонали правильно так хорошо значит я здесь могу нарисовать вот такую диагональ соответственно здесь я рисую пятиугольник у него рисую вот такую диагональ здесь я рисую пятиугольник и у него диагональ вот это здесь пятиугольник и у него диагональ соответственно вот это вот у меня всего 5 диагоналей так еще какой у меня есть способ разбить пятиугольник на многоугольнике ну не рисовать ни одной диагонали да а здесь n плюс 2 ну на самом деле понятно как из такой штуки получить дерево да точно так же только вы из вы рисуете теперь в треугольнике не букву y да а там в четырехугольник если у вас четырехугольник случился вы рисуете букву x а если пятиугольник случился рисуете букву там с пятью палочками шестью там букву же дальше кто какие буквы знает хорошо но понятно на самом деле как вот вот из этого как можно получить дерево да вот например здесь просто у вас есть какой дерево который давайте я нарисую вот 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 такая вершина степени 3 из нее торчит там два листа и одно такое дерево минимальной высоты вот но хорошо значит это это один способ продумать про числа шрёдера вот а второй способ про который ну да вот вот пожалуйста вот вот они мои 11 до 11 это 5 белых плюс 5 фиолетовых плюс однороза значит упражнение кому не лень нарисуйте точно также триангуляции шестиугольника и нарисуйте все вот эти самые частичные триангуляции посчитать сколько их будет посчитать 4 числа шрёдера вот значит замечательная штука заключается в следующем что если вы теперь рассмотрит такой ну скажем такой граф да вы можете нарисовать граф которым вершины это триангуляции а когда мы будем две триангуляции соединять ребром когда они отличаются флипом одной диагонали перестановкой одной диагонали вот ну и тогда соответственно диагональ которую мы переставили мы можем и не рисовать на этом ребре я могу нарисовать разбиение на треугольники и один четырехугольник вот а дальше я могу выйти в размерность выше здесь нарисовать разбиение на разбиение не n диагональными да вот как вершине нет минус 1 как в ребре а n минус двумя и так далее ну вот у меня получится некоторый я изменяюсь клеточный комплекс ну какая такая штука которая склеена из клеточек вот оказывается что я всегда получится многогранник то есть скажем так вот у меня здесь получилось получился диск да значит пятиугольник вот для следующей размерности у меня здесь получился пятиугольник на плоскости а для следующей размерами получится многогранник в трехмерном пространстве какой-то 16 с 14 вершинами ну какая-то такая прикольная вещь у которой вершинки нумеруются триангуляциями ребра более старшей размерности ребра и грани ребра отвечают разбиением в чё шестиугольника на два треугольника и четырехугольник вот а соответственно грани у него отвечают разбиением шестиугольника они там не не тремя диагоналями одной да и соответственно грани будет 6 вот значит интересное упражнение действительно нарисовать эту картинку вот и такая картинка но может я в какой-то момент докажу что она на самом деле является многогранником то есть может быть реализована как многогранник ну вы нарисовали некий граф да потом значит вы нарисовали нечто с клетками какой-то более высокой размерности почему эта штука реализуется как многогранник непонятно вот оказывается реализуется она называется ассоциайдер ну тоже тут несколько имен разных обычно стаж кто считал книжку по топологии мил наш тарш в технициальной топологии это вот вот это он который не мил но говорят что миллар что там стаж структуру рассматривал своей диссертации и чего-то не не понял еще что это многогранник действительно вот мил на принес ему значит картонный многогранник на защиту склеен вот хорошо значит а еще раз были скобочные структуры ну а следующее утверждение тоже этот пункт а пункт b это ну как бы вариация в вариация на тему путей дико значит кто такие пути шрёдера значит sn равняется числу путей шрёдера это пути из таких вот отрезков 111 минус 1 как в случае случае пути дико и еще есть такой путь который идет горизонтально но сразу на две клеточки значит этот путь из путь из 0 0 в 0 в 2 n 0 и этот путь давайте я потребую чтобы этот путь пересекался бы с осью иксов не более чем в конечном числе точек и не заходил бы ниже оси иксов ну то есть скажем так давайте я нарисую какой-то путь дико путь шрёдера ну скажем вот так можно а а волочиться по земле нельзя да так но на самом деле если вы разрешите волочиться по земле то это тоже не очень страшно почему ну потому что еще одно упражнение но он совсем простой можно сейчас даже решить прилюдно значит упражнение ну можно сказать что вот есть такие большие числа шрёдера и малые числа шрёдера значит упражнение путей из из 0 0 в 2 n 0 из таких вот из таких вот палочек лежащих лежащих не ниже оси их будет дважды число шрёда то есть если вы разрешите пути пути волочиться по земле то таких путей будет столько же сколько поскольку пути которые пересекают оси иксов только в конечном числе точек ну и не уходит конечно в под землю кто-нибудь это так сходу может доказать ну подумайте ну вот так ну чё вам еще сказать хорошего ну ну задачка которая будет в листке следующая что как себя ведет производящая функция на числа шрёдера оказывается что квадрат ее так сейчас а нет нет неправильно не квадрат просто она равна оказывается икс плюс квадрат ее а ну не икс а q значит q плюс квадрат от q плюс кубки ее плюс и так далее ну то есть вы можете написать здесь такое уравнение да что ну понятно значит такое вот ну такое такое уравнение производящей функции уж какое есть значит а что это такое это это на самом деле q плюс ну что здесь написано здесь написано геометрическая прогрессия да значит шатку делить на 1 минус шатку ну в конечном счете вы получаете опять же квадратное уравнение ну вот ну это опять же упражнение где ну да ша это это сумма квадрат а да да квадрат см q ну вот ну ладно все наверное сегодня а еще вопрос да значит еще вопрос что будет если здесь разрешить пути не длины не два длины один значит то что получится называется числа моцкина это так так и и горизонтальный путь длины один ну понятно значит как бы число шрёдера это частный случай числа моцкина то есть путь шрёдера частный случай пути моцкина вот и ну тоже можно поинтересоваться записать производящую функцию какую-нибудь формулу найти речь куррентов то все так все значит будет листочек оставайтесь на семинар давайте задачки